Хилари Клинтон обещает бесплатное обучение в вузах, в государственных колледжах штатов. Об этом она рассказала в университете Нью-Гемпшира. На сцену она поднялась вместе с бывшим соперником-эндомпартийцем Берни Сандерсом. Именно он изначально обещал студентам бесплатную учебу и потому стал популярен среди молодежи. Множество молодых людей заканчивают обучение в долгах, и они не могут начать карьеру, не могут начать работать, как, например, я. Потому что им приходится искать такую работу, чтобы выплачивать свои долги. Так что мы должны сделать образование в общественных колледжах бесплатным для семей с доходами меньше 125 тысяч долларов в год. Дональд Трамп тем временем укрепляет международные связи. Республиканец приехал в Чикаго на встречу с американцами польского происхождения. Миллиардер пообещал стать настоящим другом Польши и призвал других союзников по Североатлантическому блоку следовать примеру Варшавы. Мы хотим, чтобы НАТО был сильным, поэтому нам бы хотелось, чтобы больше стран следовали примеру Польши. Если каждый член НАТО внесет такой же вклад, как Польша, наши союзники почувствуют себя в большей безопасности, нашим народам станет спокойнее. Согласно последним опросам, больше половины американцев считают, что первые президентские дебаты в понедельник остались за Хиллари Клинтон. Однако заметного влияния на рейтинги первой телевстречи не оказало. Продолжение следует...